А рецепт на сегодня такой. Итак, что нам нужно? Нам нужна трава мяты, трава зверобоя, трава клевера и трава крапивы. Запасаемся достаточным количеством сухого сырья. Все травы должны быть сухие и перемеленные, чтобы они были одной консистенции, то есть одних размеров. Все эти травы, в принципе, есть в аптеке. Если клевера нет в аптеке, можно его заказать в интернете. Запасаемся достаточным количеством этих трав и в равных количествах их смешиваем. Все хорошо смешали, перемешали и помещаем куда-то, например, в трехлитровую банку. Все, наш сбор готов. Теперь как правильно с ним работать? Берем, нам нужно 8 столовых ложек, без горки, на один день. 8 столовых ложек, нам нужен термос, ну, любой нам нужен литр воды. Засыпаем в термос и заливаем одним литром воды. Закручиваем хорошо. Заливаем кипящей, конечно же, кипящей, фильтрованной воды. Закрываем хорошо термос и настаиваем. Примерно через час уже первый раз можно употреблять. А дальше пусть это все настаивается дальше. Итак, как правильно все это употреблять? Употребляем все это. Первый курс, ровно месяц. Значит, процеживаем где-то через 2-3 часа. Можно все это процедить. Раствор нужно применять только свежий. В конце дня выливаем все остатки. На следующий день опять все готовим. По одному стакану процеженного раствора 3 раза в день. Можно до еды, если не получилось, после еды через 2 часа. Потом делаем перерыв 2 недели. Можно дальше пить еще месяц. С перерыва в 3 недели и третий раз пьем 1 месяц. Продолжение следует... Корректор А.Кулакова